Ген, ну в смысле? Он случайно... Да, он случайно, абсолютно. Если он неправильно, значит, стоял и... А где граница? Я не понял, что она ровно стоит или неровно стоит? В любом случае, я думаю, что я не виновна. В смысле в любом? В камере ты такой берешь и кидаешь ее на пол. У меня такая ситуация. Пока. Подходит парень и разворачивается и сбивает две зашелки водки. Подходит этот кассир и говорит... На самом деле это идиот. Этот мужик то разбил, а и я и уходит. И все. Кассир платит. Нет, ну это другой вопрос. Вопрос должен вам платить или нет. Что, у вас тоже кейс? Нет, я просто рассказывала... Я рассказывала, что я разбила лак в Израиле в магазине. Что разбила? Мак? Лак для ногтей, да. Почему мак? Ну то есть я его именно разбила, чтобы его именно уронила. Я бы не зацепила. И? Что было? И на меня как бы ни одна даже собака не повернула взгляд. То есть они сидели продавщицей... Потому что отезжают. Да, они сидели продавщицей разговаривали. Видишь, и я... Окей, ну типа... И как бы им было пофиг. Окей, я понял. То есть, еще раз, вы говорите, что что? У меня выпало с рук вино. Мне тут ничего никто не сказал. Я просто видел... Я видел уже... Я видел разные два, что платить заставляли платить. Я все разы, которые видел, заставляли платить. Бывает ситуация, когда узкий проход, а бывает ситуация, когда это реально человеческая неосторожность. Насколько бы широкий проход там не был, если он такой весь эксклюзивный, реально задел это... И это его вина? То есть, что в этой ситуации делать? Любой алкоголь должен стоять за бортиком. И он тогда не упадет никак просто. Вот и все. Ну, а там с него... Там сувенирчики. Да. В общем, вот этот наш товарищ, он в этой ситуации разбил. Он говорит, да, во-первых, он говорит, я случай... То есть, у них это явно не так работает, да, за границей. То есть, я разбил, как будто я разбил. Вот. Ну, понятно, что если совсем случайно это может быть. Он, во-первых, говорит, не случайно. Во-вторых, у вас... У них это какая-то стандартная тема. Там есть, you break, you pay, да. Что, типа, надо повесить, что ты сломал, ты платишь. И вопрос второй. То есть, зависит ли от того, что у меня написано на магазине, вот это условие, да? Например, законодательство этой страны, допустим, будет, что ты не платишь. А я повешиваю эту табличку. Это хрень просто. Можно вешать все, что угодно. Почему я? А я ее повесил здесь? И, то есть, это мое условие. Я могу повесить. Не согласен, не входи. Нет, есть законы страны, а есть магазины. На магазине. Ладно, ладно. Хорошо. Поехали, да? Теперь поехали. Поисточник. Часто многое зависит от того, есть ли табличка «Мокрый пол» или нет. То есть, это к вопросу табличков. То есть, например, если бабушка, не дай бог, какая-нибудь падает в магазине, то там вопрос, должен ли размещать магазин ущерб, если это был мокрый пол. Так если там есть табличка «Осторожно, мокрый пол», то ей не возмещают ущерб. А если ее нет, то тут уже можно посудить. Все, как и другие. Да, там, когда нету таблички, там местный жилотслуживший. Это просто реальная ситуация. Ну, тут такого нет. Я слышал, человек подал в суд на Макдональдс за то, что обжегся кофе, на стакане от которого не было написано горячо. Собственно, после чего это начали писать. Можно. Нормально. В общем, да, теперь у нас есть с вами ряд вопросов, да, когда... Мы с вами задали... Все, давайте. Пошлите дальше. Там еще будет много кейсов, нам еще больше обсудить. Много засутся на соборах. Все, готовы? Пошли дальше. Доброе. У нас уже ряд вопросов, да. Когда можно освободиться от сознательного ущерба, если ты что-то сломал? Когда можно от случайного? Должен ли я платить за случайный эффект? Должен ли платить вот этот товарищ в магазине? Вот это наши вопросы. Да, и теперь понеслась по источникам, да. Как это работает? То есть, у нас есть какие-то, не патенты, а какие-то... Как это называется? Я уже говорил это слово. Это называется... Ну, это... Как работает английское это судопроизводство? Прецедент. Прецедент. Супер. Вот. У нас есть масса прецедентов. В основном по каким-то кейсам уже совершившимся. Мы смотрим и сравниваем их с кейсами, которые перед нами предстают. Поехали. Источник первый. Ты прямо как это увидел, я попал вообще просто. Так значит. Это Талмуд Баба Кама, который занимается темой ущербов. Там написано так. Человек считается предупрежденным... Ущерб. Человек считается предупрежденным во всех ситуациях. Нанес он ущерб случайно или специально, бодрство или во сне. Еще раз, можно? Человек ответственен за любой ущерб, который он нанес даже во сне. Странно, да? Я тоже так на тебя странно. Вот. Странная вещь. Теперь получается, что про все предыдущие кейсы мы что скажем? Ну, смотря что он сделал. Опять же. Ну что, виноваты все, короче. Ну то есть... Секунду. Ты оставь свою голову в стороне. Вот когда мы изучаем туру, мы оставляем голову в стороне. И ты прямо загружаем эту штуку, как она работает. Давай. Вот поэтому, что у нас получается? Все виновны в предыдущих кейсах. Правильно? Все платят. Но это базовое, правильно? А если сейчас веку, то исключим. Сейчас посмотрим. Базовое или не базовое. Да. Вот. Теперь... Идем дальше. Написана, да? Вот эта известная самая фраза. Очень известная. Глаз за глаз. Перевод такой, конечно. Очень известная. Всем видно, да? Ее приводят везде, всюду. И про все. И в позитивном смысле, и в негативном. Типа, что евреи там какие-то жестокие. И они там, да... То есть... Ну, в общем, как это выглядит, да? То есть, кто-то случайно кому-то выгон глаз. Его ведут в суд. Берут такой, знаете, специальный глазовырывальщик такой. Главное, чтобы ровно столько же вы... Ну, то есть, как это работает? В общем, прикол в том, что, во-первых, этого никогда... Этого никогда на практике не осуществлялось в еврейской истории, в принципе. И так это не работает. И это значит что-то другое, чем оно значит. Почему? Во-первых, это написано напрямую. Там просто видно из самих предложений Торы, да? Что человек должен... Ну, за ущерб он должен компенсировать деньгами, да? То есть, если ты кому-то нанёс... Телесный ущерб? Как телесный любой ущерб, это выплачивается деньгами. Вопрос сразу возникает, зачем вот эта фраза тогда нужна, да? Ведь если у нас в другом месте написано, что ты плачешь денежками, почему написано, что здесь тебе делают то же самое? Первая причина ущерба написана напрямую, поэтому мы не делаем прямо то же самое, что человек сделал другому. А здесь есть еще два очень веселых момента. Во-первых, ты не можешь сделать человеку реально мера заметной. То есть, я не знаю, там... У всех разный болевой порог, например. Разный болевой порог. Одному, например, глаз выкалывал, ты ему будешь глаз выкалывать, а он там, не знаю, умрет от болевого шока. И что это называется? Мера за меру грубо говоря. Ну, понятно, да? Что ты не можешь это померить, как это... То есть, принцип такой, ты должен дать человеку меру за меру. То, что он сделал, ты должен получить. Здесь это невозможно реализовать в принципе. Это вторая вещь. А третья вещь, это... Я назвал это... Ну, это был мой пример. Я назвал это рука пианиста. Что такое рука пианиста? Например, пианист... Зарабатывает деньги тем, что он играет. Да, это понятно. Я в смысле... Например, пиани... Пианист... Пианист этому... В общем... Пианист бегуну... Профессиональный пианист профессиональному бегуну. Случайно как-то там так случилось... Не знаю, руку ему оторвал, да? Вот. Теперь, если... Теперь, если мы делаем обратно... То есть, ну, для бегуна, грубо говоря, да, грубо говоря, для него это погода не делает. Теперь для пиани... Теперь... Он как бы... Он быстрее бегает, да. Ну, бегать это ему не мешает. Но... Теперь, когда мы... Мера за мера сделаем это пианисту и ему руку, да, отрешем. Что получится. Это вообще не... Не... Вообще не мера за мера. Он пианист этого. Он просто... Он умрет... Он умрет с голода. Это его профессия. Да? То есть, есть ряд причин, почему эта штука не реализуется, а реализуется только денежными выплатами. Вопрос здесь возникает другой. Вопрос возникает такой, почему Тора вот это пишет, да? Странная речь. Ну, то есть, зачем вводить людей в заблуждение какой-то, да? То есть, если у нас принцип такой, что мы этого не делаем... Просто фразочка красивая. Зачем это писать? Не, ну, это не художество. Просто ты же не знал, что потом это разойдется, как мейнстримная фраза. Да. Время собирать камни, разбрасывать камни око за око за звук. Да. На мемы. Вот. Это вопрос, да? Теперь, как на него ответить? Рамбом отвечает так, что... Почему это написано? Потому что, ну, поскольку есть у Торы принцип, что ты должен получить мера за меру, то поэтому она и пишет, что ты должен, как бы, получить мера за меру. Но где это работает? Это работает, как бы, в твоей ответственности перед небом, да? То есть, имеется в виду, технически ты должен это заплатить за этот учеб, который ты сделал. Ты заплатил. Но при этом не думай, что история закончилась. То есть, по-настоящему ты человеку реально сделал плохо. И реально, то есть, это отражается на тебе. И реально, как бы, по... Если бы можно было реализовать по небесному суду, скажем так, да? Нужно было бы сделать тебе реально неразомерно. Это первая вещь. А вторая, что, в общем-то, что нам... О чем нам это говорит? Это... Вот, как бы, к чему это все шло? Что по еврейскому закону человек, он over obligated. Что такое over obligated? Over или super? Супер. Здесь super obligated. Можно сказать over obligated. Super obligated. Ты человек. Ты, значит, ты не животное. Ты создание... Ну, в хорошем случае, сознательное. И, значит, мне очень нравится... Ну, еврейские мудрецы часто пишут, например... Я помню, в Тане, например, да? Что... И это поймет любой, у кого есть мозг в голове. То есть... Вот. То есть... Ну, был... Такой еврейский тонкий троллинг. Да. То есть, теперь я... Отсюда слышим, что есть кто-то, у кого его нету, да? Теперь, да, то есть... Ну, по-хорошему... А с другой стороны, какое-то предубеждение просто. Что? У кого-то его нет? Ну, нет. В том плане, что ты вынужден с этим согласиться, а иначе... Что? Значит, я не могу. Я не могу. А! Ну, да. Всё. Это же... Это методика... Это методика влияния. Да, да. Потеваться. У тебя мозг есть? Есть. Значит, вот так. Значит, вот так. Это пошел... И обрезание сделал. Всё. Тупой, не тупой. Да, да. Мозг есть? Давай. Значит, вот. То есть, человек существо сознательное, поэтому он супер ответственен за то, что он делает. Это, как бы, такой принцип очень важный. Поэтому, что? Поэтому, что? Ну, давай. Что мы делаем в итоге в этой ситуации? В прошлой нашей... Не берем купилку руки. Не берем купилки. Хорошо бы и сами, так? Дешевле. Платит. Платит, да. Платит. А в ситуации при нам случайно... Случайно на шнурки себе... Скорее просто я дал обратно. Убегай. Извините. Платит. 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 Да, ладно. Вот. То есть, я думаю, что до сюда понятно, да? То есть, это на данный момент... На данный момент это несколько может быть. Да. Подожди, до конца платим? Ну, по еврейскому закону должен платить. Я вообще там. По BBC. В этих кейсах я их результаты не знаю. Мы рассматриваем кейсы с точки зрения еврейского. Хорошо. Понятно. Может кто-то сбежал, кто-то заплатил, кто-то не знает. Кто-то что сделал. Может спор расплачивается. Да. Может почку продал. Да. Мы еще будем четвертым поколением. На месте ли почка, история умалчивает. Пошли дальше. Теперь часть вторая. Так, у нас всего... О, ну супер. Сейчас мы пройдем вторую. А третью на следующий раз тогда. Бомба. Значит, идем дальше. Университетский... Ну, сейчас пока что... Еще раз, что у нас получилось? Получается, любой... То есть, ты человек. Ты за все ответственен. Ты очень ответственен. И получается, если ты идешь в узкий проход в биле, да, ты должен, блин, посмотреть. Ой, узкий проход, а я вот так руками махаю, поэтому нельзя туда идти, потому что я что-нибудь разобью. То есть, это как бы еврейский подход. То есть, не махать нельзя. Ну, это такое. Это первое рассмотрение одного источника. Дальше эта ситуация станет, как мы увидим с вами, более такая обкатанная. В общем, да, кейс такой. А, я хотел, чтобы это не было. Значит, кейс такой. Коридор, да? Коридор. Майк такой тащится с кучей там, с какой-то тренировки, с кучей вещей, еще что-то по дороге купил. В общем, огромные такие сумки. Тащится по коридору университета. По коридору университета тащится. Протащил, протащил. Уже там дошел куда, куда ему было нужно. И тут он уже просто очень сильно устал. И в какой-то момент он, блин, пить хочу. И вспоминает, что метров там сколько? Сорок назад был этот автомат с кока-колой. Да? И вспомнил его. Автомат с кока-колой. Значит, он складывает все свои монахи. И кладет там все эти сумки. Все, что с ним было. Вот в такую кучку. И сверху айпад у него еще был. Кладет айпад туда. Вот. И идет пить колу. Когда он возвращается обратно с довольной школой. Там шли два парня. И они там что-то тоже активно вот так вот с арбузом обсуждали. Ну, какую-то тему очень активно обсуждали. Тут из них подскользнулся и дал этот, знаете, какой раз. По айпаду все туда. Как раз он. С этого. Да. Со столба по айпаду. Он в лампин. Он в лампин. Значит, ты возвращаешь этот майк, а там айпада уже нет. Айпада уже нет. Это ситуация первая. Это первая ситуация. Кто виновен? Кто платить будет? Должен, ну как бы должен наплачивать этот айпад? Кто виноват? Кто упал должен? Нет. Айпад был в устойчивом равновесии или не очень устойчивом? У нас есть коридор, куча вещей, слева по айпад. Кто-то падает на это, ломает айпад. Должен платить за это или не должен? Если верить предыдущему правилу, то должен. Вот. То есть в соответствии с предыдущим правилом у нас получается однозначно, что по-любому должен. Это то, что получается. Ну вообще. А он упал из-за этой кучи вещей? Упал он из-за этой кучи вещей. Нет. А как это за младостью этот парень? Как его размать свою? Мстил, да? Хорошо. Второй тогда вариант. Если этот прям вот айпад, он еще вот этому, который упал, он ему прям между ребер зашел. Кто оплачивает больницу? Да сам парень. Майк возвращается, а там не просто разбит айпад, а там вот так вот айпад между реберами. Между реберами торчит вот так вот. Ущерб, ущерб майку кто оплачивает? Он сам себе. Сам оплачивает? Может быть тот оплачивает? А может договоримся? Айпад за айпад, а майку за больницу платит. Окей. Понятно. Да? То есть два варианта есть, да? Что айпад вошел под реберами и просто сломался. Окей, поехали дальше. Ну да, то есть вот. Это мы уже сказали, да? Что поехали. По источникам теперь. Что нам говорит о лунде. Здесь это второй источник. Там же на следующей странице говорит нам следующее. Оставил кувшин в общественном владении и пешеход сломал его. Но пешеход свободен от выплат. Так, это что с майком? Нечего было там распадать свои платы? Если пешеход получил вещи, владелец этих штучек должен платить. То есть, если ты оставил машину, просто припарковал ее? Кто ничего придумал? Машина нет. Машина не то. Машина другая. В смысле, это... С машиной... Я про машину точно не знаю. Если это парковочное место, то точно все должны платить. Это же общественное место. Точно все. Не-не, это про тротуар именно. Это про пешеходов. Имеют все на лежащем месте. Вот, надлежащем место и не на лежащем месте назовем так. То есть, если это парковочное место, да. Если ты поставил... Вот здесь вот, знаете, я из России вообще, я здесь в Киеве обалдеваю как-то. То есть, иногда хочется пойти и пройти и поцарапать или пину. То есть, как бы, оно так иногда стоит, что пройти реально просто не будет. То есть, как бы... По капоту прошелся и все. Ага. На кисти, да. Вот. Теперь, да, получается, что что? Вы сказали как? Как вы сказали? Что должен платить кто? Майк. Должен платить владелец айпад. Ну, конечно. Что у нас получается? Платит. Владелец. Платит? Нет. Майк платит. Ну, если просто... Нет, владелец, в смысле, айпад сломался, а платит он... Владелец платит даже за увечья. На самом деле. Не-не. А мне такой вопрос. Если айпад вошел под ребра, то должен платить тоже тот, кто его оставил. Да. А если майк дал айпад его друг? Так. Это не майк айпад. Должен платить... Майк должен платить. Но точно такая же ситуация. Кто платит? Друг или майк? Майк. Нет. Тот, кто взял. Это другая уже тема. Эта тема называется шомер. Шомер это типа сторож. Там их есть четыре вида. То есть человек, которому ты дал на хранение бесплатно. У него одна ответственность за вещь, если он ее портит. Там есть их четыре вида. Ну, в этот виши мы ее добыли. Ага. Если ты отдал, пока это у него, это его. То есть он как владелец рассматривается. А если у майка душевная травма из того, что его айпад разбили? То кто-то должен платить психотерапевту? Если у него депрессия началась. Так что плачешь своей еврейской маме? Так, в первую ситуацию. А если у него на почве нервного стресса рак развился? Этому майку мы айфо... А если у майка сух убежал? Этому майку мы айпад не оплачиваем раз. Если айпад вошел под ребра, то платит майк за больницу. Тогда подожди. В магазине это тоже отчисленное место? Нет. В магазине, пока ты не купил, это собственность магазина. Это на его территории. У меня такой вопрос. Майк требовать компенсацию за айпад не имеет права. А если этот сказал, давай я тебе айпад оплачу, и я наставлю. Ну, то есть ты сможешь человеку на улице сейчас дать подарок? Я думаю, майку не откажут. Ну, майку не откажут. Теперь вопрос у нас как бы... Здесь возникает вопрос. В чем разница этих двух ситуаций? Почему там мы говорили, что человек обязан за все? Да. Да. Просто... Даже во сне. А тут ты разбил эти кувшинчики и на улице и... Ну, ночью тоже попробуешь. И нет, и ты свободен. Ну, только что сказали, что человек супер облигейтед. А тут гулять, ну, нет проблем. Разбил айпад. Молодец. Ну, то есть общественное место, которое это понижает. О, общественное место, это разница, вы говорите, да? Да? Чувствуете разницу? Общественное или не общественное? Кейс следующий, как раз на эту тему. Значит, Хэрри Коэн, да, там в этой истории. Не Поттер Коэн, да, Гарри Коэн, фигурирует в этой истории. Он привез груз вот на какой-то фуре и выставил из нее... Ну, вы знаете, вот эти палетки такие, да? Какой-то завозят, их ставят куда-то, да? Иногда эти добрые ребята перегадают немножко проход. Вот ровно такая ситуация. И он бежит, этот парень, Гарри этот бежит. Ну, что-то вот это, распишитесь, да? Убежал. Что-то там за... Долго пошел процесс этот, он не возвращается. А людям ходить надо, а город туристический. Не помню название, правда? Все это реальные кейсы. Дальше пошел один... Пошел там один товарищ. И он просто ударился обо что-то. Случайно задел. Разбилось несколько бутылок. На сколько? На 400 баксов. Несколько бутылок и на 400 баксов он разбил. А второй, он как бы обойти было негде. И он такой... Ну, знаете, бывают такие... Ну, железки... Да, в общем, по нему. И еще и порезался. Вот. В итоге ему там разбивали на... Ну, в общем, да. И еще вот эта оплата... Оплата за... Ну, еще... То есть, пластырь намотать, видимо, дорого в Америке стоит. Вот. Теперь, кто оплачивает все это дело будет? Это было в общественном месте? Ну, он перегородил тротуары. А что-то будет тротуарить? . Грущик. Он неспециально это сделал, а в тротуар есть он специально это сделал. Да. Первое дело неспециально, а второе дело специально. Ну, то есть, тот, если специально, он должен оплатить, кто-то, кто не специально... Ну, тут как бы... Окей. believed to, кто не специально, он бы порезался, кто бы оплачивать. Грущик. Тоже грущ, все грущ. Вообще, страховка. Таклема, которая занимается вот этими юрис they managed... Ну, то есть в общем, сторона WiFici ну по-хорошему ответственнее вроде как парень, который поставил ну это по сути первого, в магазине, да, сын? она просто упала, вот просто заходила, она упала, кто должен принять этот магазин а если человек сам подошел и намеренно разбил бутылку? да, да а если тебя просто не было, а если случайно задел портфелем? большой портфель, знаешь? ну на самом деле у нас и законодательство Украины все равно магазин оплачивают, даже если ты задел бутылку ну это вам повезло, а так, а если по-нормалу? ладно, да? этот мы уже спросили это мы спросили вот, а теперь вопросы теперь давайте, вот та же ситуация, только теперь три вопроса как повлиять на ту же самую ситуацию, если улица блокирована ну вот эти палетки, да, они стоят на всю улицу или на полу улицы, если пройти? незаконное перекрытие дорог в той же роли а если законное? если есть где пройти, он тоже должен будет кто платит а тогда почему он не прошел, если долгий пройти? вот, то есть платит тогда кто? тот, кто разбил тот, кто разбил, правильно? он вообще понимает, надо он борезался ну понятно, я тебе пойму, да, понятно второе, да, это если груз стоит сразу за углом то есть, я не знаю, я на роликах еду или бегу и прям сразу за углом, где я каждый день хожу все равно ты это твое, по правилам, первое, ты должен следить даже во сне а если бы там человек шел? секунду, это ты мне говоришь первый источник во втором мы уже сказали, что вот эти штуки стоят и ты свободен ну ладно, ты все равно должен следить за своей безопасностью ты не можешь на скорости выезжать туда там человек может идти, ты его транзируешь ладно, тогда для тебя третий полк, а если темно на улице? темно, темно, прям, вообще темно а почему ты без фонарика? это коммунальщики выбирают это уже подложить слепому, то что называется то есть ты уже должен тот, тот положить но по-настоящему как-то обычно рассматривают в самом моде что за углом ну я не знаю, как конкретно надо выйти за углом может быть действительно вместить это ну то есть как-то да, как это, то есть все эти три штуки они как-то влияют на вывод, да? немножко, так или иначе ну посмотрим дальше к чему, в общем-то, приходят, да? то есть я здесь все источники не стал приводить просто вот самые-самые выводы просто из законодательной, да? первое это мне там, в общем, начинается целое там четыре мнения на эту тему приводят что и как и почему вот это угол, то и все, третье, десятое последнее мнение вот такое очень мне понравилось человек не должен все время следить за дорогой в общественном когда он в общественном я не согласен не про машины не важно в любом случае да, нет зачем, если ты подожди, а причем есть человек на дару в жизни знаете, если я с объясняю наверное не имеет права вообще на ходить очень здорово ну следить за дорогой ну нет если в смысле просто когда ты идешь по тротуару это ты не должен на свое время типа вот так делать вот по-настоящему это просто ну вот это то, что я тебе сказал это чисто зависит от менталитета то есть где-то в какой-нибудь не знаю где в Германии ну я не знаю где конкретно в Америке в некоторых штатах вот в Америке там где я был там просто можно идти вот так вот да, там правила такие что хорошо то есть по-настоящему связь обратная какое правило мы установим так оно на улице и будет а в Индии например я был так там 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 не то что нельзя ходить не слезя каждую секунду за там просто там просто нет тротуаров там следить не за чем ну и там ездят знаете там не следят не смотрят на дорогу не только пешеходы там не смотрят на дорогу там просто 150 мотороллеров проезжают насквозь другого одновременно ну там страшно принцип который принцип который они в итоге говорят это то что да 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 принцип который в итоге они приводят да из всех этих мнений что что наша так сказать ментальность и легкие все наша ментальность и наши ну так сказать правила пешеходного движения должны быть организованы так чтобы ты мог спокойно ходить по улице вот это первое да второе второе что то ну давай вот за бутылки за бутылки тот кто их разбил он не платит даже если дорога перекрыта наполовину сейчас посмотрим по простому даже так там есть есть варианты вот если он пинул да при том что весь проход занят даже то есть вы поняли да ситуацию занят весь проход это то что ты сказал так это вот здесь не так получается занят весь проход вот то тогда что тогда платит тоже владелец бутылок надо не 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 сегодня это видео А я ещё и Бог затрону. Залипай. Мы сейчас говорим... Смотрите, для евреев здесь это важно знать, что для евреев работает и закон, и Торы, но там, где есть какой-то долг-требование местной власти, если оно не противорит Торе, то евреи обязаны это уважать и соблюдать. Вот такая тема. Если ты занял весь проход, то ты не хороший человек. Я уверен, что где-нибудь в цивилизованных странах, если ты так займёшь, то тебя штрафанут, и будет много проблем, и, может быть, не заберут с того, кто напинает это всё дело. Получил ущерб, если тот, кто... Это не ситуация, если пину, а в ситуации, если что, если случайно упал, разбилось что-то, ты ещё руки там поцарапал об эти бутылки, да, то тогда платит тоже этот парень, который пошёл в магазин, который привёз... Странно такое дело... Пинул и... То есть, если с пендаля, и получил, и порезался, то тогда, даже при полностью занятом проходе, платит сам. Ну да, как карма. Вот. То есть, получается, вот эта штука, она работает что? За... Сейчас, секунду. Да, то есть, если злонамерить, то есть, целенаправленно, да, пенал злобно, то тогда не платишь за... В смысле, платишь сам, короче, да? То есть, если ты случайно упал, то виноват, ну, тот, кто это там поставил, но если ты, как бы, сам себе сделал проблему, то это твои проблемы. Вот так, да? Ну, мне понравилась такое, вот эта мировоззренческая такая, здесь маленькая часть, да, что, как бы, мы... Пожди, не надо слишком сильно напрягаться, короче, да. Можно идти по улице, или, или, да, вот так вот, да. Грубо говоря, да. В наше время это всегда твой фонд, да? Да, да. Очень, очень интересная штука. Я думаю, что, смотрите, там осталось ещё примерно столько же информации, я думаю, что мы как раз в следующий раз это всё охватим, там прям начнётся такой замес такой. Ладно, всё, спасибо большое за внимание. Всего продолжать в нем. Ходи! Спасибо! А, ладно, всё. Пожалуйста, трогайте be able to, так, следующий этап. Отмечка. У меня его... У меня в уточнице... Здорово, пожалуйста. Здорово! 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 Добрый день! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok